Почти 2 миллиарда рублей инвестиций за минувшие 4 года вложил консессионер в Нижневартовске. Деньги направлены на реконструкцию систем, обеспечивающих город теплом и горячей водой. В 2019 году предприятие Горэлектросеть в рамках консессионного соглашения взяло в управление теплосетевую инфраструктуру столицы Самотлора. О механизме государственно-частного партнерства и промежуточных результатах работ компании-консессионера рассказали членам Общественного совета Нижневартовска. Одним из обязательств инвестора было строительство новой котельной мощностью 90 гигакалорий в час. Работы разделены на два этапа. Первый близится к завершению. Первый этап – это три водогрейных котла общей мощностью 45 гигакалорий, то есть половина. Работы на сегодняшний день строительно-монтажные завершены в полном объеме. Буквально вот последние штрихи где-то там подкрашиваем, подмазываем. Часть пусконаладочных работ тоже выполнена. На сегодняшний день эта котельная – одна из самых современных и высокотехнологичных в Югре. Ее мощности хватит, чтобы обеспечить теплом 6 микрорайонов, а весь процесс управления полностью автоматизирован. Если раньше для одного котла надо было 5 шкафов таких, то сейчас один. Не надо оператору бежать и перекрывать задвижки. Все делается. Нажал кнопочку, задвижка, автоматический редуктор электрический перекрылся, закрылось все. Помимо этого, вся работа котельной полностью передается на диспетчерский пункт гор-электросети, в диспетчерскую службу. То есть мы видим онлайн всю работу котельной, от каждой задвижки до каждого насоса. Мы способны дистанционно в том числе и управлять работой котельной. Ну, то есть, я не знаю, автоматизировано, по последнему слову. Стоит добавить, что на объекте большая часть оборудования отечественного производства, не уступающего зарубежным аналогам. Котельная уже соединена общим тепловым контуром с сетями всего города. И к середине ноября будет подавать тепло в квартиры вортовчан. Кроме строительства котельной, инвест-программа концессионера на 2023 год включает в себя замену 16 ветхих участков сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Установку нового котла в котельной номер 3А, реконструкцию подмешивающей станции газораспределительного пункта котельной номер 5 и центрального теплового пункта в 14 микрорайоне.